Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Вы на YouTube-канале Астромамасита Ирина Чукрева. И если вы еще не подписались на канал, то самое время это сделать. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии. YouTube это необходимо, а значит и мне это просто жизненно необходимо. А я вам сегодня расскажу самую важную, самую одну из самых основных и центральных тем вообще астрологии как таковой и моей практики. В частности, эта тема, Ира, где мои деньги? Бабки, бабки, сука, бабки! Сегодня мы поговорим, как в вашей натальной карте зашиты секреты ваших финансов. Сделаем практику, обязательно посмотрим Таро, и те, кто досмотрит это видео до конца, узнают просто невероятный сногсшибательный секрет. Так что смотрите это видео до конца, наливайте чаек, кофе, и мы поехали. Где мои деньги? Как правило, с этим запросом приходили ко мне раньше клиенты, когда моя консультация стоила 3,5 тысячи рублей, потому что уровень осознанности был меньше. Конечно, когда моя консультация стоит 210 тысяч рублей, эти люди знают, где их деньги, как их зарабатывать, и им нужно просто небольшой бустер, небольшой ускоритель для того, чтобы выйти на новый уровень. Сейчас мне нужно понять, кто меня смотрит, какие у вас в целом запросы про деньги. Поэтому мне нужна ваша обратная связь, чтобы мы дальше, дальше, дальше делали этот выпуск про деньги, которые максимально полезны для вас. Для начала напишите, ну естественно, я не налоговая, мне нужно в комментариях, чтобы вы написали среднюю, средний ваш доход, то есть от какой суммы мы растем. Почему это важно? Если ваш доход от миллион, это одна техника. Если ваш доход 0, это другая техника. Вы же это понимаете? Давайте я вам расскажу секреты финансового успеха, которые зашиты у вас в натальной карте. Ну, во-первых, богатым может быть каждый из вас. И сейчас начнется комментарий как-то. Это что, это все будут блогерами или астрологами? Или что? Так, вот это вот все сопротивление, которое сейчас из вас изрыгивается, я уверена, оно не просто так. Представляете, вот вы, вам говорят, что вы вот как ходить умеете, пить умеете, кушать умеете, жевать умеете, точно так же можете быть богатым. Конечно, это раздражает. Конечно, это бесит. Конечно, у вас включается куча страхов и сопротивления. Если бы это было так легко, все были бы богатыми. Ну, во-первых, кто вам сказал, что это легко? Я сказал, что каждый из вас может быть богатым. В натальной карте и вообще как бы с точки зрения моей астрологии, с точки зрения моей философии, никто не создан перебиваться с воды на хлеб. Вы это делаете, вы это выбираете, потому что очень страшно начать с финансами контактировать. Возможно, это связано с вашими прошлыми жизнями, раскулачивание или еще что-то вы прошли, банкротство. Поэтому в этой жизни вы такие, я, духовная духовность, я с деньгами не буду связана. Ну, выбор ваш. Но это не отменяет тот факт, что все, кто меня смотрит, может быть богатым. И когда ваше сопротивление сейчас... Напишите, что у вас сопротивление, что у вас в голове, какие тараканы вас сейчас мучают, сношают и как они со мной не согласны, что они говорят. И в следующих выпусках мы эти таракашки тоже разберем. Я вам расскажу, какие планеты отвечают за конкретные вот эти тараканы в вашей голове, которые вас останавливают от богатства. Ведь богатство для каждого из вас, это абсолютно, для каждого из нас, это абсолютно величина, но она не среднестатистическая. То, что я считаю богатством, то, что вы считаете богатством, это разные вещи. То есть для вас 1 миллион рублей в месяц это богатство или это нет? Если вы сейчас написали нет, а ваша зарплата 25, не п***ите, миллион рублей в месяц для вас п***ь какое богатство. Вот еще раз. Во-первых, богатым может быть каждый из вас. Дальше, следующий пункт. Деньги не любят ваше вранье. Я хочу богатство, да? Хочу, все, хорошо. Но, когда я говорю, что тебе нужно делать? Определенные действия, они очень простые, вообще, честно говоря. Но, единственное, что, если бы они вам нравились, эти действия, вы бы их уже автоматически делали. Скорее всего, вначале вы их будете делать через некоторые сопротивления. Например, одна моя клиентка, ей нужно было идти в социальные сети, рассказывать о себе, о своем продукте, который она уже несколько лет классно создает. То есть человек-продукт, но человек не может стать богатым просто потому, что у него в натальной карте, у нее богатство через публичность. Мы в маленьком городе. У меня муж очень известная фигура. И, когда я начну вести Инстаграм, это может повлиять на его репутацию. Все скажут, что вот, он не обеспечивает жену, и поэтому я так хочу быть богатой. А есть что-то другое? Есть какое-то... То есть начинаются эти торги. Или, как я называю, вы хотите ничего не делать и постоянно ходить в каких-то, знаете, ну, искать себя. Это же глубоко. Это же мощно. А то, что я тебе говорю, да не хочешь ты быть богатой. Ты хочешь сосать писью мужа до тех пор, пока эта писья не отсохнет. Мне нравится все. Все нравится. Когда она отсохнет, тут же и Инстаграм пойдет, и социальные сети пойдут, и все на свете. А пока ты довольна своим положением. Для того, что вам зарабатывать, вам нужно... Это тоже пример с консультацией. Начать вести доходы и расходов. Я это не люблю. Хорошо, ко мне сейчас реально такие не приходят, потому что за 210 косарей такие приходят к моим ученикам. Ученики, держитесь. Это ваша аудитория. Я человек. Я прослушала сати Данс. Кстати, выпуск про сати у меня есть на канале. Я человек. Поток. Ну, кто так рассуждает? Ну, кто? Ну, дети. Детям деньги не нужны. Детям потом еще и секс не нужен. И вообще ничего детям не нужно, кроме того, чтобы за ними вытирали жопу. Если вы хотите разбогатеть, вы должны люблю-не люблю засунуть в задницу. Кажется, этот план дурно пахнет. Ну, вот люблю я вести ютуб-канал. Не люблю я вести ютуб-канал. У меня есть цель. Моя цель – астрология в каждый дом. Чтобы к астрологии популяризировать астрологию, соответственно, и приглашать вас на лучший курс астрологии в мире, большой курс астрологии, что мне нужно делать? Краситься. Ненавижу. Собираться. Терпеть не могу. Наряжаться. И записывать вам ролики. Люблю я их. Не люблю. Вас же. Так вот и меня. Любите вы или нет? Есть правила, они прописаны. Вы их выполняете, вы получаете результат. Вы их не выполняете, не получаете результат. Это так просто было бы, да? Поэтому деньги не любят вранья. И тут мне хотелось бы вам рассказать одну великолепную, практику, которую вы можете провести и с детками своими, и с семьей, и в кругу близких, подруг, друзей. Это будет невероятный инсайд. Это очень мощная практика. Я ее называю разговор с душой. Вы готовы? Ну, здесь нужно сначала подписаться на этот канал. Ну, серьезно. Я даю свои практики великолепные. Человек, который консультация за час стоит 210 тысяч рублей, дает вам практики просто так. Ну, подпишитесь, пожалуйста. Ну, будьте, будьте людьми. Поделитесь этим видео с вашими товарищами перед тем, как сделать эту денежную практику разговор с душой. Почему деньги не любят вранья? И поэтому, чем больше в вашей жизни вранья себе, вранья мне, вранья... Вот, например, вранье. Значит, в комментариях под выпуском про восьмой дом мне девочка пишет. Ирина, очень жаль, солнце в восьмом доме вообще мимо. Я такая, ну так ху** быть тобой. Если описание астрологическое вам не соответствует, но это ваша дата, время и город рождения, это говорит мне только об одном. Не то, что астрология не работает, что вы живете в день. У вас отношения г**но, деньги г**но, значит, поиск себя. Вы ходите по этому унылому кругу или по треугольнику Карпона. Жертва, спасатель, агрессор. И жизнь ваша среднестатистическая. Вот что бывает, если ваша жизнь не соответствует вашему гороскопу. Но мне тоже жаль, потому что я бы хотела, чтобы вы соответствовали описанию своей Венеры, описанию своего солнца. Тогда ваша жизнь бы, ну, как бы с ног на голову повернулась в финансовом состоянии, в отношенческом здоровье. Вы себя чувствовали бы по-другому. Жаль. Ну ладно. Итак, возвращаемся к практике. Разговор своей душой. Эта практика помогает нам, во-первых, поговорить со своей душой, во-вторых, убрать вот этот налет вранья и не своих финансовых целей. Значит, вы на бумажках, вот таких вот стикерах, которые с клейкой лентой, пишите свои, ну, напишите по пять желаний. По пять желаний. Пожалуйста, пишите специфически, не просто машину, а я хочу и какую машину вы хотите. Мерседес, Ауди или Киа, или какие-то китайские. Айфон, какой айфон, да? Ну, там, что там вы хотите? Туфли? Не просто туфли, а синий банала бланик, как у Керри Брэдшоу. А я писали. Эти листочки сворачивайте вот так вот, чтобы вы не видели, что написано. Но складывайте аккуратно. Складывайте аккуратно, чтобы они все были одинаковые. И бросайте в общий котел. Все это делать, естественно, нужно на бумажках одинакового цвета. Дальше, если вы это делаете с ребенком, спрашиваете у него, тем самым развиваете в нем вот этот вот навык, который в нас не развили, это желания, хотелки, материальные, что они возможны и реальны. Пусть он там пишет, что он хочет ребенок. Мужчину своего спрашиваете, пять желаний написать на одинаковом свете. Все это сворачиваете, все это перемешиваете. Перемешиваете с подругами. Желательно делать, чтобы было немного, допустим, чтобы компания была из четырех человек. Четыре человека по пять бумажек. Все естественно, относительно. Вы можете взять три бумажки. Ну, главное, чтобы было из чего выбрать. Берете за ручки, закрываете глазки и десять раз глубоко вдыхаете и выдыхаете. Вдыхаете через нос, выдыхаете через рот. Все вместе. А за ручки держитесь, чтобы ладошки разогревались. Вам нужно, чтобы у вас еще был отдельный лист бумаги и ручка, чтобы вы, например, так как вы человек, который узнали эту практику, вы ее будете проводить. Значит, все, вы ведущий. Берете первую бумажку, прямо на ней тут же пишете циферку один. Ну, изнутри желание, снаружи пишем циферку один. Берем ее в ладошки и просто спрашиваем. Душа моя, что ты думаешь по поводу этого желания? И все, образы, цвета, заколола, загорела, заплакала, закрутила. Все записываем на лист. То есть, желание номер один, бумажка номер один. Почувствовала, значит, холод, жжение, ну, то есть, желание так себе. Холод, жжение, значит, страх, скрутила живот. Да. Вы эту бумажку передаете вашему супругу. Настраивается и спрашивает, так, душа моя, что ты думаешь по поводу этого материального желания? Желание вы не видите, оно у вас в руках. Что ему пришло? Он записал на бумажке. Что пришло ребенку, вы записали на бумажке. Когда вы эти бумажки все проанализируете, закрытыми проанализируете, запишите заметки, потом вскрываете и сверяете, очень интересно, как не ваше желание. Вам либо будет неинтересно, либо вообще ничего вы не будете видеть. То есть, ну, желание ребенка, игрушка, там, не знаю, робот-игрушка, вы берете, ну, от него, от этого, от этой бумажки вы вообще ничего не чувствуете. Ваша душа вообще не понимает, какая игрушка, зачем она вам вообще нужна. Ну, и прямо пишите прочерк, ничего не чувствую. Так может супруг ваш, про ваше желание ничего не почувствовать. Но если вы берете бумажку и видите настоящую собаку, такую тоже может быть, в закрытой бумаге вы видите собаку, счастье, смех, записываете, то я бы дальше с этими заметками рекомендовала поработать. Возможно, вашему ребенку нужно не электронную, а живую собаку приобрести, особенно если он овен по знаку зодиака. И когда вы начинаете это анализировать, если ваши желания, которые вы написали, вы сделали пропуск или ощущения от них плохие, вы себе наврали. Ваша душа их не хочет, она ради них не готова расшибаться в лепешку. Ну, соответственно, вы переходите ко второму закону денег, который вы нарушаете, вы им врете. Они этого ненавидят. Пожелания мужчины, вашего, допустим, супруга или подруг, можете посмотреть, во-первых, что у них за желания, какие они люди, а еще очень интересно, когда подруги, если они вот на каждую бумажку, например, говорят что-то негативное, то есть они чувствуют только негатив, то я даю вам такой лайфхак, скорее всего, человечек так себе. Если иногда негатив, иногда позитив, но значит человек очень чувствительный, а если просто позитив, то этот человек, он не хочет делать эту практику, он не хочет вкладываться, ну, это его право, но тоже выводы можно сделать. Обязательно, после того, как вы сделали эту практику и сделали какие-то для себя выводы, инсайтами, пожалуйста, поделитесь у меня в телеграм-канале или в инстаграме. Можно, конечно, здесь в комментариях, а можно везде. Практика охрененная, поэтому телегу, инстаграм укажу. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы не терялись с вами. И как эта практика прошла, обязательно напишите мне ваши результаты. Там должно, так как вы меня все смотрите, волшебные девочки и мальчики, я думаю, что там должно просто на мелкие частички вас разинсайтить, озарить и окрылить. Это разговор с душой, пожалуйста, уважительно и к своей душе, и к тому, что она сказала. И если, допустим, на какое-то желание вашего мужчины, который он хочет, у вас пошла какая-то негативная эмоция, а у него позитивное, это же его желание, вы со своей негативной эмоцией не лезьте, то есть не пытайтесь его желание поменять, потому что это уже как бы ваша душа пытается показать, что она важнее, чем его душа. Точно так же уважительно относитесь к желаниям своих деток. Ну и вообще ко всем желаниям других людей нужно относиться уважительно. Тогда и к своим вы будете относиться уважительно. Посмотрите, как при этом будет коммуникация. Особенно послушайте деток. Детки до 5 лет, они вообще просто связаны с Богом, практически на телефоне сидят, и поэтому они вам все расскажут. Особенно, если детки раки, скорпионы, рыбки, но они просто ясновидящие. Слушайте все и внимайте просто за каждым их словом, потому что в этих словах есть очень серьезная истина для вас. У нас однажды была бумага с машиной и весь круг, мы же не видим, что там написано, весь круг увидел гоняющую машину по дороге. То есть это интересно, и там действительно была машина, ну и машина очень быстро исполнилась. Если вы мне скажете, ну а как же тогда инфо-цыгане зарабатывают? Что такого вам сделали цыгане? Что вот называть плохих людей, продающих плохие продукты ими? Ненавижу цыган. Насколько нужно быть расистами, чтобы вот эту нацию за что-то, как бы вообще прекрасная, прекрасная, значит, танцующая нация? А откуда вы знаете, что человек, который продает вам гоно, реально, ну как бы знает, что это гоно, может ему нравится это? И тогда у него нет никакого вранья, ему нравится, что он делает, он вам это рассказал, а то, что вы купили и вам не понравилось, еще раз, нравится, не нравится, позиция детская, смогу ли я это для себя применить, применила, попробовала, сработала, не сработала, это уже позиция взрослой, поэтому с этой точки зрения любые продукты, даже, скажем прямо, бесполезны, хороший, интересный навык развития человечества. Деньги не любят детей. Я это не люблю, а что мне муж скажет, а что подумает обо мне тетя Света? Да тетя Света завтра помрет, а ты так останешься, блин, без Мальдив, шубы и айфона. А я вообще не хочу Мальдив, шубы и айфона, я в потоке, я в осознанности голожопый философ. Давайте вспоминаем пирамиду масла, первые базовые потребности, это наши хотелки, наша нижняя чакра, это то, что я хочу. Если я там ничего не хочу, там какие-то проблемы и с сексом и со всем остальным будут однозначно. Так что эти просветленные, я бы к ним тоже относилась настороженно. Что касается самой натальной карты, у нас есть пошаговая инструкция добивания нового финансового уровня, то есть не сразу от нуля до миллиарда. Так не будет. Почему так не будет? Посмотрите и проанализируйте, что происходит с людьми, которые выигрывают в лотерее. Они скалдыриваются и теряют все деньги. Потому что, грубо говоря, вы стаканчик-кружечка. Вот чайная кружечка. Вот ваша так называемая финансовая емкость. И в нее лотерейкой, то есть вас лотерейкой, струя воды напором из бронзгольта херанула. Что с этой чашечкой? Она распадается на маленькие кусочки. То есть человек либо заболевает, умирает, все теряет. Почему? Ну вот мы что делаем? Экологично мы из этой маленькой чашечки так вот, вот так вот потихонечку, потихонечку расширяем, грубо говоря, грань. И новую грань вот этой глиной своими, своими действиями становится из вот такой чашечки вот такая вот. А что, если это так можно сделать, тогда мы еще с этого края подвставим своими усилиями и действиями и глиной. У нас уже вот такая чашка. А согласитесь, когда мы начинали вот с такой, вот такая, это офигенно. И на этом уровне кто-то скажет, а мне больше и не надо. А кто-то скажет, то есть это до бесконечности можно и тут вот так вот подправить, правильно? И сделать своими усилиями. Хм. И тут уже, как говорится, как, как вы себя соберете, как вы себя сделаете. Но в натальной карте очень много секретов. И первый этот секрет, первый секрет насчет финансов это, конечно, солнцезажигающие действия. Про солнцезажигающие действия я говорила вот в этом выпуске про солнце и луну. Это очень важные действия, которые, грубо говоря, вас с колен вы встаете на стопы. Вам с колен подняться на стопы, чтобы идти и стать человеком прямоходящим, мешает луна. Ваша луна в натальной карте, она этому мешает. Это ваша зона комфорта, это то, что вам нравится, как раз вот эта детская позиция, быть вечным ребенком, повторять сценарий родителей, особенно мамы и бабушки, и как бы не видеть в то, что вы в целом на этой же лыжне и прокатываетесь по жизни. Многие люди остаются в этих паттернах поведения. Ну и, как говорится, пошли вы нахер. Наши лыжни с ними не пересекаются. Человек, который с этой лыжни хочет встать на ноги и перейти на другую финансово успешную, обязательно должен делать солнцезжигающее действие. Исключений ни у кого нет. А если у меня солнце зажатое Плутоном, всем насрать делать солнцезжигающее действие. А если я буду делать солнцезжигающее действие, это не опасно? Нет, это не опасно. Есть ли солнцезжигающее действие, которые, ну, бывают рискованные. Да, например, водолеям нужно быть связанным со скоростью и высотой. То есть, это может быть ролики, с которых можно упасть. Это может быть, я не знаю, мотоциклы. Вообще, в целом, очень опасный транспорт. Но если вы о себе не позаботитесь, о своей жизни не позаботитесь, ну, а как я-то позабочусь? Ну, касочку надо надевать. Ну, как бы, не умеете кататься на коньках? Ну, возьмите тренера. Если вы случайно все вы умеете, подвернули ногу на коньках, вы водолей, скорость и высота у вас была, даже не на коньках, а на лыжах, скорее, на горнолыжке, поехали и сломали там руку или ногу, но ведь до солнцезажигающего действия у вас же еще вся жизнь, да? И в этой жизни вы, возможно, выбрали спать с женатым мужиком, выбрали не свою профессию, выбрали вести себя как тварь, и вот сломали руку или ногу для того, чтобы у вас такие, типа, э, осади, остановись. И вот это не солнцезажигающие действия к этому привели, это как бы вселенная пытается с вами разговаривать, а по-другому вы не понимаете. Солнцезажигающие действия могут ли они нести, ну, какую-то опасность? Ну, да, на мотоцикле можно врезаться и умереть, но не делайте так. Видите себя прилично, берегите себя, и тогда будет все хорошо. Не умеете кататься на мотоцикле, идите, просто возьмите занятие по мото-кроссу, прокатайтесь со скоростью 60 километров в час, и это будет для вас, как для водолея, полезно. То есть, это точно лучше, чем этого не делать водолея. Что будет с водолеями, которого это не делать? Первый закон, богатым может быть любой из вас, все, кроме вас, кроме водолеев, которые боятся скорости высоты. Давайте еще поговорим, какие действия каждому из знаков зодиака, ну, точно, вот, например, я рак, у меня аллергия на кошек, ну, все, вы богатым не станете. Что же делать? Ну, во-первых, аллергию можно вылечить, с аллергией можно как-то справиться, то, что вы, ленивая жопа, даже смотреть туда не хотите, потому что это зона вашего роста. Ой, я не хочу, значит, говорить про овнов с этими собаками, боже мой, что овну нужна собака, знают все, Ир, ну, я не хочу собак. Ну, и хер с вами, ну, не хотите, не делайте. Там, вообще-то, еще есть 20, 25 списков, ну, хотя бы остальные делайте тогда, что ли. Но, в целом, если хоть какого-то пазлика в этом не будет, вот у вас картина из пазликов, и вы такие, а в ж... центральный пазлик. Ну, ладно, ну, ну, кому вы лучше-то сделаете? Кому вы делаете лучше? Никому. Но, делайте лучше своей луне, которая, мы на лыжне, мам, бабушка, летим из Москвы, подмосковье, в пиздинск. Дальше поехали. Какие действия кого останавливают? Например, тельцы, которые не любят готовить. Возвращаемся к первому пункту. Богатым может быть любой, кроме вас. Вы не можете. Потому что вы рождены созидать. Созидать и творить. И вы такие, я не хочу. Я так, да, ну, как бы, ну, видите, у меня таких же людей нет на консультациях. Это, слава богу. Они вот достаются моим ученикам. Мне их очень-очень, я им сочувствую, потому что это вот был мой 2015-2016 год. Вам нужно готовить. Я не люблю готовить. Да мне вообще плевать. Ты мне за консультацию уже заплатила, правильно? 3500. В целом, будешь ты делать мои рекомендации, не будешь. Мне, честно, плевать. Твоя жизнь, твоя ответственность. Моя ответственность, когда тебе надо готовить. Начнется сейчас вот все, все, все говно выгружайте в комментариях. Мы обязательно на этом сделаем. следующие выпуски. Близнецы. У кого конфликты с братьями и сестрами? Вот Овну можно конфликтовать с братьями и сестрами, драться и даже вообще с ними не общаться. Вообще, конечно, это не самое лучшее и не самая позитивная история не общаться, но тем не менее, не хотите, не общайтесь, а вам нельзя. А что делать, если моя сестра ядовитая пиявка? Ваша сестра ядовитая пиявка, у меня для вас плохие новости, вы тоже ядовитая пиявка, потому что мама рожала вас двоих одна и та же. И мама в том числе в каких-то моментах пиявка. Уж лучше свою пиявочную природу принять, а если вы близнецы, так вообще у вас другого варианта нету, просто нет. Львы. Это про публичность, про яркость, про заявление о себе, тут львы все пойдут, пойдут. Ну вот, тогда закон номер второй. Не п***йтесь, что вы хотите денег. Если вы хотите, вы должны это делать. Кому должны? Вселенной. Вы, будучи еще пока неискореженным обществом, мамой, всякими разными нашими институтами выбрали себе воплощение в знаке зодиака льва. Лев должен светить. Все. Дева. Дева, которая не любит порядок. Уборку, наводить порядок тоже богатыми не станут. Поверьте мне, как дева, я с этим уборкой, это моя постоянная борьба, но я делаю. Ну и как бы, если вы погуглите, то жизнь в Калифорнии, она очень-очень дорогая, вы можете посмотреть. Соответственно, она убиралась на Калифорнию, не насосалась, она убиралась. Дальше поехали. Весы. Весы без партнерства, без любви, чахнут и зарабатывают деньги намного хуже, чем в партнерстве. Скорпионы, отрицающие магии Таро, эзотерику, не пошедшие на мой большой курс или на курс Таро, ну вам, ну как бы, тут идите и самостоятельно. Стрельцы. Стрельцы без заграницы подыхают, и финансовая емкость, и вся остальная емкость все чахнет. Козероги без работы, много трудиться, много работать, много учиться. Козероги должны быть постоянно в этом. Не хочется им, значит, извините. Богатым не станете, значит, закон номер два, вы кому-то врете. Водолеи обязательно нужна астрология, большой курс, это точно то, что доктор прописал, плюс при этом у меня еще для всех вас бесплатный курс космический астролог, вы его можете все пройти. Рыбки без благотворительности. Если вы никого не любите, если вы ни за кем не ухаживаете, если вы никого не спасаете, ну, это первый пункт, который не пропустит вас к дальнейшему финансовому росту. Как по-другому? Никак. Что, если у меня аллергия на кошек? Вот, допустим, я представлю, я рак, у меня аллергия на кошек. Я, значит, ищу всех знакомых, у кого есть кошки, хожу к ним и смотрю. Так, у меня через час начинается аллергия, через два, я об антигистаминной препарате принимаю. Смотрю, я вообще с кошкой могу взаимодействовать, она рядом ходит, я жива, не жива. Я схожу к аллергологу, сдам анализы, почему у меня аллергия на кошек, что это такое? Представьте, люди с аллергиями на кошек. В дикой природе вы, вы мертвецы. Там вот пробежал тигр, все, вы сдохли. Просто от того, что не просто он вас съел, а он просто рядом прошел. Генетически не может быть верным аллергия на кошек. То есть, там есть какая-то, какой-то секрет, какая-то психологическая или я не знаю, какая иммунитетная травма. Идите к врачам и разбирайтесь. Я бы сходила в кота-кафе, пожертвовала бы котиком из приюта. То есть, я бы что-то все равно начала делать. Как правило, человек, который не хочет на самом деле денег, что он делает? У меня аллергия на кошек. Все. Кому-то нужно есть устрица, а кому-то доширак. Если вы выбрали доширак, то не мне вас осуждать. Это первый большой шаг. Солнцезжигающие действия, как их выполнять, это очень важная техника, без которой финансы, ну, во всяком случае, окей, я, астролог Ирина Чукреева, живущая в Калифорнии, переехавшая оттуда, из Омска, не знаю другого выхода. У меня есть обоснование. Потому что вы родились по солнечному знаку своему, вы так увидели папу, и очень часто в этом сопротивлении к выполнению этих действий неприятие и нелюбовь, и оценка папы мамиными глазами, и тут надо повзрослеть и встать с корячек на стопы, и уже идти в свою богатую финансовую жизнь. Кстати, кто готов? Кто уже давно смотрит мой YouTube-канал, кто понимает, что я очень трезвая, рациональная женщина, которая не заставляет вас целовать и пить коровью мочу, и знает, что такое финансы, если вам уже хочется конкретных действий, конкретно про меня, то есть индивидуальный разбор, у меня под этим видео будет пакет деньги, где включены три моих продукта. Солнцезажигающие есть те, потому что, как я уже говорю, я не знаю другого варианта. Там будет видеоурок, там будет по вашей дате времени и городу рождения, я пропишу ваши действия. Дальше будет продукт правила увеличения финансов, копить или тратить, в каких сферах ваши деньги, как вам нужно с деньгами относиться. Я сделаю выпуск про это на YouTube, но, естественно, по дате и времени и городу рождения вы получите от меня там разбор. И предназначение, что пришла душа, какие качества нарабатывать, какой опыт получать, все это вместе, это финансовый, денежный бустер, то есть такой ускоритель финансов. Не сам по себе заказ, а выполнение рекомендаций, это ускорение. Эти три разбора, то есть как бы в одном пакете три разбора солнышка вашего, финансов и предназначения, стоит 14 990. Поверьте, это не 210 тысяч за часовую консультацию, но если здесь среди вас богачи, я зову вас на консультацию, мы с вами станем еще богаче, потому что за час я вам расскажу, где вы не добиваете, что вы не доделываете, мы подкрутим, и вы в течение месяца точно отобьете и консультацию, и вообще вложенные средства увеличите. Поэтому приходите на консультацию, если вы богачи, если вы не богачи, но уже стремительно готовы действовать и доверяете мне и астрологии, пакет деньги для вас под этим видео обязательно. Там нету буллщита, там нету ерунды, там только точечные знания, которые вам нужны, вам нужно внедрить для того, чтобы было. Понятно, что я буду дальше снимать тему про деньги, потому что многие из вас такие 14 990, это вся моя жизнь. Вот для вас я снимаю эти видео, снимаю и делаю бесплатный курс для того, чтобы вы уже начали что-то внедрять, делать какие-то практики, а не просто плакать. Но кто готов действовать, я точно знаю, что выполняя эти действия, вы получите результат больше, чем вы думаете. Так что выбирайте пакет деньги. И, конечно, для, еще у меня есть бесплатный же для вас денежный бот. Бесплатный денежный бот. Это я, гений. По дате времени и городу рождение, вы вступаете в телеграм-канал денежного бота, называется денежный канал, если я не ошибаюсь. Вот, вбивайте свои данные и каждый день получайте голосовушки от меня по вашей натальной карте. Что вам мешает, где у вас что можно подкрутить. Уже после денежного бота уже прошло 40 тысяч человек и там, честно говоря, такие отзывы. Бесплатный денежный бот. Пройти его тоже может любой, каждый из вас, и я с удовольствием вам его подарю. Если у вас все плохо и вы пока не готовы, денежный бот, бесплатный курс. Если вы давно смотрите, но такие, типа, уже пора, пакет деньги. Если вы такие, черт возьми, хочу в этом разобраться, большой курс и получить новую профессию. И богачи, которые меня смотрят, такие, черт возьми, пойду к Ришке на консультацию за 210 тысяч. Вот у вас есть варианты, ну, или не делать ничего, кроме ставить лайк и писать комментарий, как много рекламы. Ну, давайте так, деньги любят, чтобы про них говорили, деньги любят уважение, и поэтому я уважаю свою работу и, конечно, заявляю о ней очень громко, громогласно и очень, очень хочу, чтобы каждый из вас соприкоснулся с этой магией, магией астрологии Чукриевой. Возвращаемся к нашей теме денег. Первый, как я сказала, основной этап это солнцезажигающие действия. Ну, что делать, если у вас нет солнцезажигающих действий и вы еще в позиции такой, я ребенок, я котенок, я не хочу. Давайте тогда будем идем к психологу прорабатывать папу. Любые проработки папы, любые коммуникации с папой во взрослом возрасте это невероятный денежный прирост. Поэтому, если у вас папа жив, в отличие от меня, звоните ему прямо сейчас, говорите, как вы его любите, спрашивайте у него совет, как он поступал. Например, спросите у папы, как он переживал 90-е, когда все разваливалось на глазах, как он находил в себе силы и мужество жить в это время. Узнайте какую-то информацию, которую вы никогда не знали про него. Узнайте, как у него в его семье с его бабушкой и дедушкой относились к деньгам. Скажи, пап, поделись со мной. Если у вас папа не хочет выходить на контакт, такой бывает, тогда психолог. Если вы ничего не делаете с папой, а с папой все плохо, это вот солнце, это те самые солнцезажигающие действия у вас могли помочь, но вы их делать не хотите, поэтому тут, блин, тогда психотерапия. Вот. Через пару лет согласитесь и все-таки позвоните папе. Лучше эти года не теряйте и позвонить прямо сейчас. Уважение мамы и уважение луны это тоже очень важно. Луна мешает нам зарабатывать деньги. То есть фигура мамы мешает нам зарабатывать деньги. даже если мама была трудящая, мама, которая вас мотивировала, мама, которая вас выпинывала постоянно в рост, все равно ваша луна с точки зрения финансов это то, что вам мешает зарабатывать деньги. Только при гармонизации луны и при гармонизации солнышка вы выбираетесь из своей финансовой, из финансового уровня на следующий. Соответственно, с мамой желательно тоже уважительное отношение, поэтому позвоните маме и узнайте ее отношение к деньгам. Узнайте, как у нее в семье финансы распределялись. Это озарит вас, как она проживала кризис 90-х, когда денег не было, как она себя чувствовала, как она проживала, когда, допустим, вы что-то просили, а ей приходилось вам отказать. Что она чувствовала? Соберите этот анамнез. Если есть такая возможность, не упускайте, это все зернышко в ваш ба-ба-богатство. предвещаю ваш вопрос, а что если у меня у мужа мама живет с нами, мешает ему зарабатывать деньги? Вот давайте так, все, что у мужа, пусть мне муж пишет в комментариях. Меня, я муж, мне мешает мама. Вот тогда мы поговорим, когда вы кого-то лечите, а не себя, это же тоже убегание, убегание от себя. За благостной белым пальтом я спасаю мужа и от его злостной мамы. Вот, поэтому давайте на себя сконцентрируемся, дадим это видео посмотреть мужу, если у него шайбочки пройдут в норму, он мне напишет комментарий и я обязательно ему отвечу. Расскажите мне, пожалуйста, как вам вообще такой формат про деньги, где я рассказываю законы и что в натальной карте вам мешает и помогает. Если вам понравилось, обязательно пишите много комментариев, пишите, пишите, ставьте лайк, делайте какую-то активность, для того, чтобы я поняла, что я записываю не для себя, а для вас, что вам это полезно, что вам это охрененно, что вам это нравится. Это, к сожалению, можно понять, когда вы смотрите, пьете чаек и завтракаете, вам понятно, как бы, вам кажется, что вам понятно, что мне доходит, что вам это интересно, но нет, доходит мне только через вашу обратную связь, через лайки, через основном комментарии, вот это тогда до меня доходит, потому что, когда я делаю видео, мне кажется, ну, довожу, точно доходит, и вы мне пишите в комментариях, Ириш, нет, не дошло, я такая, не дошло, но для меня это понятно, вам понятно, что я люблю Чуклееву, раз я ее смотрю, но мне понятно, что вам понятно, только по комментариям, вот такая вот история, пишите комментарии, давайте берем карты Таро и посмотрим, какой финансовый блок сейчас мешает больше всего прямо сейчас вам, а я вам расскажу, пока я настраиваюсь на работу, о том, что мы запустили курс просто Таро, я думаю, что когда выйдет это видео, вам уже туда не попасть, ну, если что, попробуйте, это просто огонь, пожары и космос, мы разобрали наши сигнификаторы, наделили мужиков, сделали кто мудак, кто не мудак, уже научились делать архетипический расклад, поэтому ученицы, ученики там в восторге и это радует, значит, Таро прочно войдет в линейку наших продуктов. Итак, что меня, то есть вас, называйте свое имя, прямо сейчас останавливает от больших денег, хорошо? Все, давайте, глазки закройте, подышите глубоко и как обычно от одного до пяти карту выбирайте. Мне очень нравится, когда вы пишете, я уже забыла в каком в каком виде какой расклад и когда вы пишете комментарий, я выбрала карту четыре, начинаю верить в Таро. Мне не важно, верите в астрологию, не верите вы в Таро, если это работает и вы получаете результат, доверьте хоть в тараканов, хоть в бога Кузю, хоть в инопланетян, если это сейчас вам даст какое-то озарение, какую-то энергию двигаться вперед, это то, чего я добиваюсь. Слушайте, дорогие мои, да ничего не мешает, ничего не мешает сделать рывок, абсолютно, я бы сказала, ничего. Значит, ну, давайте разберем. Карта номер один, карта номер один, это карта мага. Карта мага, чтобы вы понимали, это старший аркан, очень ресурсный, очень классный, это маг, на которого все ресурсы сыпятся из рога изобилия. У нас вопрос, что мне мешает сейчас сделать рывок? Ну, я могу сказать, что признать, что у вас уже есть навыки для того, чтобы стать магом, чтобы показать себя, чтобы получить все блага, но вы почему-то не признаете в себе этого мага, не признаете в себе эту уникальность, не признаете в себе эту силу, которая в вас уже есть. Поэтому вот, что вас останавливает от финансов. Карта номер два, это карта роскоши, это карта роскошности, роскошной жизни, выбирая все самое лучшее, все самое классное, что меня останавливает от следующего, ну, то есть, от моего финансового рывка и карта роскоши. Как ее трактовать? Я бы трактовала так, что, во-первых, нужно копнуть вашу родовую историю, было ли раскулачивание, зачем мне эта роскошь, если у меня ее отберут, то есть, там какие-то страхи, зачем мне эта роскошь, если я, что я потеряю? Ответьте мне циферка два, что вы боитесь так сильно потерять, если вдруг роскошь придет в вашу жизнь? Потому что все для этого готово, карты и поле ваше считывают циферку два, что этот человек, который, ну, вот он готов для роскоши, он рожден для роскоши. Соответственно, что останавливает страх этой роскоши, страх этого богатства, то есть, надо посмотреть страхи, а, например, в пакете деньги, если вы выберете этот пакет, там будет солнцезжигающее действие, начнете их выполнять, правила увеличения финансов, вам будет некогда бояться, вы будете постоянно в действиях, но если вы хотите прямо глубоко, методично копнуть, почему я боюсь роскоши, регрессивный гипноз, в прошлой жизни вас явно кто-то грохнул за деньги, либо психотерапия, тоже хороший вариант. Карта номер три. Грубо говоря, меня от следующая финансовая рывка останавливает медленная скорость, грубо говоря, как будто я зависла, и мне кажется, что я не двигаюсь, но если представить, что наш же финансовый рост, он же не вот такой, не горочка, это же вот такой, оп, чик-чик-чик-чик-чик, на месте, на месте, пробу и ошибки, пробу и ошибки, пробу и ошибки, гипотезы, тесты, пробу и ошибки, опять откаты назад, потом оп, опять новый уровень. Ну и вот как будто вы на это зависли пробы и ошибки И считаете, что эти пробы и ошибки не дадут вам вырваться вперед Но это не так Вам нужно просто ускориться То есть эта карта говорит, ускоряйся Но эта карта ресурсная и финансовая Вот единственная плохая карта из всех, которая мне не нравится, это карта 4 А тут говорит, что почему я не зарабатываю деньги, у меня на них не стоит Вот такой ответ Это наш вялый член Это то, что у меня нет энергии Это вот прямо солнцезажигающее действие, разбор с мамой и папой Вы еще на уровне том, что эти вопросы, эти две фигуры не наполняют вас энергию, а высасывают Ну, с этим любой взрослый человек может справиться Вы точно справитесь, я вас верю И карта номер 5, что меня останавливает от финансового успеха Тоже это классная карта Старший аркан, фортуна Это карта колеса удачи То есть, грубо говоря, вам кажется, что если вы добьетесь успеха Как обычно, есть такое упражнение, нарисуйте, типа, вот, ваш успех Ну, как в виде горы рисуют люди Ну, и вот как рисуют горы Вот такой вот треугольник, да И вот, успех Но на самом деле, гаража не обязательно вот такая бывает Она же бывает вот такая вот И потом такая долгий такой, и потом только спад Что, когда рисуют такую гору, что это означает? Это означает, что после успеха обязательно провал Это не так И вот карта номер 5 как будто боится Ну, а если потом мне придется жить снова без этих роскошных денег? Мотанете еще раз в колесо фортуны и еще больше заработаете Поэтому карта очень ресурсная Мне очень нравится, что меня смотрит осознанная ресурсная аудитория Это приятно Это говорит о том, что все-таки мои видео вас как-то заряжают Мои видео вас несут в роскошь В вселенную, в фортуну, в мага Ну, и немножко вялый член Поэтому давайте будем оставаться на связи И в новом выпуске про деньги я вам расскажу еще больше секретов Которые заложены в натальной карте и мешают вам зарабатывать Я вас люблю, желаю вам богатства Желаю вам неожиданной чукреевщины Это когда неожиданно приходят заказы, звонки и подарки Я вам желаю чукреевщины в каждый дом Целую вас, пока-пока